Вот сегодня сходили на рыбалку на утреннюю. Иначе вот здесь рыбу обрабатывает. Тут вот кошечка заскочила. Вот она идет, красавица. Главное дал по голове. Рыбку им надо, рыбку. Вот так разрезаю и сразу маленько надрезаю, чтобы шире было. Как воин Осенецкий говорил, чем шире разрез ворота, тем легче проезжать. Сильно разрезал. И вот уже лежит засух, пока доехали. Ну вот оно видно, вот ладонь моя лежит. Вот сравните. Вот я от головы возьму ладонь, сколько, и как броня какая на нем это чешуя. Ее в одном случае только надо убирать эту, когда пирог пищешь. Остальное не надо трогать, не обмывать ничего не надо на воде. Потому что в ней вот эта вот, которая так слизь, это желе готовое, клей. Он очень вкусный. И вот беру как? Сразу раз, около горлышка. И здесь маленько надрезаю, чтобы рука была чистая. Нож чистый всегда был. Под жабру и рукой во внутренности. Вот он это жир ползет. Вот это икра, это самочка. Вот так. Вот она трепешится. Даже голову отрежешь, какой карас сильный. Внутренность полностью я его убираю. Ничего у него там нет. Такая разделка. Вытаскивали шабры, трепущили. Благодарили Богу. Вот, молоки. Икры нету, это молоки. А некоторые не понимают глисты. Это молоки. И вот уже голову отрежешь. Внутренности вынешь. Сколько время проходит, он все еще трепешится. И зимой у нас вся рыба пропадает. А карась остается зарытый. Вилл зароется. И вкус у него специфический. Приятный, но опасный в кости. Он умеет за себя постоять и после ухода из этой жизни. Надо научиться славить. А у вас что-то кроме карася нет. У белого амура заведите. Мы его в глаза не видали. Белого амура. Видишь, я поджабру и его держу. Рука чистая. Вынимаю все. Я залажу во внутренность. И только одна кишка остается изо рта и сзади. Но их уже приноровился. Легко отрываешь. Все. А это теперь уже не моя работа. Не обмывать. Мытье это самое вредное, что есть у карася. Не обмывать. Он в воде весь обмытый. В сети он земли нигде не касался. От чего его отмывать? От самого ценного. Но если это женщина делает, не допускать ее. В Англии есть особый клуб. Ну там клубы разные бывают. И пивные. И готовят хорошо. Ни одной женщины нет. Спросили. А почему женщин нет у вас? А они готовить не умеют. Готовить не умеют. То есть она обязательно пересолит. Я не против женщин. Но это где не спросишь, что же самое. В Англии опрос провели. Какое бы пожелание дали женщинам? Быстрее одевались. Идти надо. Уже время. Десять раз переодевается. Нет, 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 нет. Как это сбросили жену премьер-министра в Таиланде или где там. Сколько у нее было? Обуви. Сотни. В день. Если в ней было 2-3 приема. И она все в разном должна была являться. Показать какая она умная. А это говорит, что она расточительная была. Вот я засватил. Вот так. Теперь маленькая осталась икра. Потом я отберу. Это все высушим. Это воронам отдадим. Вороны тут ждут уже. За более силой. Сколько чему можно поучить. Вот сегодня мы договорились. Две сети. Ну метров по 50 может быть они. Где-то такой порядок. Что если 16 не попадется, мы их переставляем. Ну и похоже так и было. И мы обе поставили сети. Пока вторую ставили. Ой, я не так. Надо сначала было вытащить. Заговорился. А там уже попалось сколько. Пока вторую сеть перетаскивали. Ставили. О. Его царской рыбой называют. Карася. Не надо смеяться. Показывает в севере. Но не подаль дому. Кто они там? Камщедалы, якуты. Ловят. Там их группа большая. Сначала жертву идолам приносят. Вот так. Ну еще ты залезла. Я тебе давал голову, не стало. Давал жир, не стало. А хвост-то какой. Ко мне сюда. Бери. Что тебе надо? Ой, гляди какой. Называется золотистый карась. Бывает серебряный. Серебристый. Карася бы она взяла. Ой, какой пузатый. А что это означает? То есть очень жирный. Пруд чистый. Экологически чистый. Никого нету. Здесь мы сами эти пруды. Пруды эти неестественные. Там могут распоряжаться. Там все люди. Здесь никак. Лужи, грязи. Ему четыре года восстанавливали пруды. Огромные суммы вложили. Только за доставку одного бульдозера. По три бульдозера работали. За одного бульдозера 50 тысяч. Привезти, увезти. 50. Так это не все. Дальше, чтобы зарыбить. То есть рыба, чтобы была. Этого карася из разных районов завозили. Наша знакомая там. Завьяловский район. Еще откуда-то было. Вот так. Рыбу не мыть. Повторяю, не мыть. Если хотите, чтобы нормальная была у вас. Все. Так она вот. Да ничего. Она в нормальных условиях. А вот пирог, когда пекут рыбные из рыбы. Там необходимо чешую почистить. Чтобы она не оставалась. Надо разумно поступать. Это вот у нас отдельная храница. А голову варим и кормим шарика и шесть кошек. Вот так. Благодари Бога. Мы благодарили. Карасик, тебя Бог так назначил. Я его уговарю. Вот как бывает. Ну, там, карел-афины. Дерево рубит. Дерево тебе больно. Но я буду плавать на тебе. Так что тебе будет хорошо. Ну, я просто благодарю Бога. Не язычный христианин за все. Все рыбы дохвалят Бога. Вот. Давид это все выразил в хвалебных песнях. И мы тоже благодарим. Иные говорят. Ну, уже поймали. Хватит. Вот. Вам нельзя дать-то. Как это хватит? Не хватит, а увеличить добычу. Такого нету. Это благословение Господне. Урожай собрал хорошее. Ну, больше не буду. Нет, будешь. Господь, видишь, как изобилие дал, что еще корзина. Сколько корзин там 12 осталось. Вот так. Жабра стала вертикальная. И уперлась. И я нажал на нее. Ну, как будто бы не все. Лайк поменьше. Везде. Урожай хороший у Исааки был. Сто крат. Ну, и так 30-60-сто крат. Ну, и хороший урожай. Это не означает, что он не будет больше садить. Скотина есть. Много плодоносит. Горы покрываются стадами. Это благословение. А мы вот рыбу эту берем, отсылаем в город. Друзья, повторяю. Вот ловим мы. Сейчас мы сегодня провели больше двух часов. Всех снабдили. Все холодильники забили. В Потеряевке. Да ладно, да куда. Вам ладно, а нам не ладно. Все бесплатно. Повторяю. Ни копейки за все лето. И теперь отправляем в город друзьям. Если кто-то издалека был бы и мог довезти. Ему дали бы. Кроме того сушеного. Это благословение Господне. А не так, что они надо. Уже мы ловили. Как и что за рассуждение. Чтобы вырожай был хороший, значит, есть кому дать. А у нас рыбу любят все. И мы ее даем. Вчера я заказал купить еще сети. Это сыно надо узнать. Еще две. Хотя бы по 50. Вот оно. Вот это студень. Это все сало. Вот это вот икра. Вот икра. А тут где-то у нее желчь черная. Ее надо выбросить. Вот она. Черная, видать. Горит вся. Ее потихонечку. Вот так вот я беру. И бросаю воронам. Вороны прилетят. Все съедят. И как-то это связано с пузырями. Вот это пузыри беру. А они связаны с чем-то. Я их бросаю сюда. Только уйду. Вороны все съедят. Что интересно. Кости когда ешь. Я выбираю, где костей меньше. Ну, такие разжевываются. И кошкам даю. А так не даю. Они подавятся. Собака подавятся. Суруй не подавятся. А ворона все съест. Вот как гиена. Она все ест. Даже копыта. И копыта, говорит, съест. С пером и все переработается. Видишь сколько. Вот этот пузырь. Он ими регулирует. Кверху, книзу плавать. А как он будет держаться. Все это, боже милость. Вот она. Желчь. Вот я узнал. Поджелудочная железа рак. Вернер фон Браун. Биография ракета, главного ракетостроителя в Америке. Ну, у Гитлера был. Под плембом попал. А здесь Королев Сергей Павлович. У них все сходится. Как они были, как там служили. Ну, где этот сидел. А у того там тоже арестован был. И умирает. От рака поджелудочной железы. Делает операцию замминистра Королеву. Там такие кандидаты, знаменитости. Вдруг обнаруживают, что у него опухоль. Рак прямой кишки. Величиной с кулак. Не подготовлено ничего это было. Никто этого не ожидал-то. Ну, и прямо на операционном столе он скончался. Кровью там все заливают. Я почему рассказываю? А вот два человека. Два. Вот когда Сахарову разрешили выехать создателю водородные бомбы, он встретился с автором, изобретателем такой бомбы в Америке. Показано, как они наслаждаются беседой. Разговариваем. Вот так. Смотри, что. Вот кидаю ворону, заботимся. Ворона тоже должна поесть. Маленько и отбрасываю с мясом. Вот она где. Вот так. Моутку-то поймали. Вон она сама попалась в сеть. Ну, отпустили. Ой, как. Сдали экзамен на доброту. Я ничего в этом не вижу. У меня ружье было с 6 лет. Я стрелял из 100-199, или с 99-100. Охотился. Плотную подбирался. Ни одной утки не убил. Сижу и наблюдаю с ружьем. Так а зачем это тогда? Ну, неправильно делал. Неправильно. у меня опыт был. Я знал повадки птиц, гнезда, все. Орнитологией занимался, наверное, с 5 лет. Виталия Бианки. Лесная газета, журнал был. Первая про птиц. Книга была. И вот рыба. Рыбу я тут никогда другой бы не видел. Гальян, пескарь, карась. Все. Редко окунь. А вот когда я был на Балтике, там я нагляделся на всякую разную. Конечно, хорошее дело. Рыба это хорошее дело. Даже воскресший Христос спрашивает о пище. Ел с ними. Рыба, а с чем она хороша? С сотовым медом написано. Ой, да какое же это? Ну, не надо осуждать, если не знаешь. Там написано. Есть и какая пища. Ученики ответили. Господь, если нельзя есть, Он бы не ел ее. А вы ели? Да у нас каждый день это может быть. И сотовый мед есть. Это деревня. А в городе даже стоянка, где ездок, они как-то делают, чтобы поднималось, что-то, чтобы чужую машину не поставил. А ты посмотри, у Игоря сколько здесь, сколько у него места, какая техника, старая, металлолом. все есть. И здесь не надо думать. Порошилиц решил не ждать, когда там будет. Бери материал, рисуй план, все это официально можешь сделать, если ты желаешь. Можешь дворец любой построить. В деревне жить, это нормальная жизнь, а в городе ненормальная. Мне нравится выражение Льва Толстого. Он говорит, хочешь развратиться. И поезжай в город. То есть, получается так, ты думаешь, что-то другое, а ничего кроме разврата там и нету. Лев Толстой, повторяю, Лев Толстой. А он знал, о чем говорил. Относительно женского пола я был, как он пишет, неугомонный. Господь сохранит человека более нравственным в деревне даже сейчас. Дети работают с родителями и на огороде. Это сейчас так все это. А раньше это они шагу без родителей не видели. Вон как. Благодарю кошечки. Я вот залажу голубям каждый день Христос. Залажу, а они никуда не улетают, под ноги лезут. Буска стала пузырье есть. А? Буска пузырье есть. Буска значит понравилось. Пускай. Я бы ей дал больше, если она будет. Я сейчас дам ей молоки. Смотри. Буса, смотри. Буса. На. Ну-ка. О! О! Исколюбец это. Сейчас залажу оттуда. Ногтем вот так вот нажимаю в горловину, которая кишка идет, отщепляет. Оно сзади идет, тут нужды нет. Все, благодарю, Балабин. Слава Богу. Да, все. Спасибо, Христос. Слава Христос. Горокко.